Очень надеюсь, что всё это закончится и мы будем работать в полном объёме. Сейчас они мечтают только об одному – вновь открыть двери для всех отдыхающих. Областные санатории в марте прошлого года приостановили свою работу. Сделать это пришлось из-за пандемии. Сейчас места отдыха открыты для постояльцев. Правда, людей всё равно практически нет. Из-за этого санатории испытывают финансовый кризис. Мы пришли к тому, что у нас одна цель – дожить. Но только дожить до чего и как? Самое основное, то, что сложилось, мы всегда были ответственными налогоплательщиками. У нас не было задолженностей ни за газ, ни за свет. Вода у нас своя, скважина, мы обеспечивали себя сами. Но на данный момент, уже с декабря месяца, мы ведём активную работу и общаемся с руководителями «Газпром» и «Межрегионгаз» и «Саратовэнерго» по поводу того, что мы понимали, что у нас будет складываться задолженность. Доходы санаториев упали, а расходы не стали меньше. Это зарплата сотрудников, аренда и содержание зданий, налоги, коммунальные расходы. Эта проблема была озвучена на встрече предпринимателя с Вячеславом Володиным. После этого региональная власть разработала ряд мер поддержки. Во-первых, нужно субсидировать санатории и обеспечить их всем необходимым для профилактики коронавируса. Во-вторых, продавать путёвки в санатории по принципу «мать и дитя». Сейчас данное направление организовано только на базе наших, подведомственных нашему министерству, социально-оздоровительных центрах. Сегодня именно это направление деятельности санаториев разрешено, Ольга Ивановна это знает, службой Роспотребнадзора. Мы готовы внести изменения в региональную нормативно-правовую базу в кратчайшие сроки. Инициативу поддержала и депутат Госдумы. По словам Николая Панкова, необходимо субсидировать санаторно-курортные учреждения и дать им отсрочку по платежам. Он также отметил, что пандемия это не приговор, а старт для новых возможностей. Гораздо легче найти решение для того, чтобы сохранить, чем потом, коллеги, мы понимаем, Я еще не видел ни одно предприятие или ни один санаторий, который разорился и потом вновь в таком же состоянии возродился. Ну, по-моему, вот таких вот нет. Поэтому нам нужно сегодня эти вопросы поднять. Сейчас в регионе работает 20 санаторно-курортных учреждений. Принимать они могут свыше 4000 человек. Правда, среди постояльцев только взрослые. Детские санатории пока до сих пор закрыты. Павел Фитилев, Роман Шельдяев, Саратов-24.